Кто-то пошел в туалет, возвращаются обратно, следующий братик выходит, открывает дверь, херрак по голове. Дарья, это вот вы на аватарке, да? Нереальная красавица. К вам вопрос, это вот, что вас смущает в вашем проекте? Получается, вот на входе, где дверь, маленькие окошки. И сама планировка вот такого, знаете, как сказать, даже не понимаю. Ну ладно, говорите прямо. Барак, короче. Я сама это все придумывала, сейчас не знаю. Короче, окна, наверное, смущают. Маленькие на входе, да, и на ванной комнате. В принципе, они сделали все грамотно. Они сделали окна под потолком. Заходишь в этот санузел, ощущение, что ты находишься в подвале, в цокольном этаже. Да все, все санузлы сделаны с такими окнами. У вас трое детей или что? Офигеть. Да, для троих детей. Все, супер. Скажите еще такой вопрос, вот по посадке дома. Это вот дорога где проходит? Да, со стороны входа, то есть дом отдален. Конец участка дом посажен. Это тоже ваше пожелание? В целом, да. Но у нас там под наклоном участок идет. Это верхняя точка у вас там, да? Да, да, это самое верхнее. Ну вот такой вот план, эскизный проект. Ну, во-первых, город Уссурийск, том 1, площадь земельного участка 13 соток, посадка дома. Здесь у нас дорога проходит. Дорога здесь и дом посажен в глубину, в 20 метрах от забора. Колоссальнейшая ошибка. Тебе представляют там, когда идет снег. Вот, дорогие товарищи архитекторы, давайте включать мозг и думать о заказчиках. Участок, дом и вот это вот 20 метров до забора. Гараж не нарисован. Навес для машины тоже не нарисован. Это надо рисовать сразу. Вот, в принципе, как надо сажать дом. Можно оставить 5-6 метров для машин. Вот здесь у нас вход в дом, калитка. По крайней мере, вот это вот расчищать от снега уже гораздо меньше. А вот это вот у нас уже двор. И хорошее раскрытие. Север вот так, вечернее солнце, где должна быть гостиная. Сейчас эта гостиная вот тут нарисована, в этом месте. То есть гостиная и кухня смотрят в забор к соседу. Ну, все как положено. Вот такая должна быть посадка дома на участке. И это у нас вечернее солнце. Это утреннее, вечернее. Это юг. И сам дом. Эти маленькие окошки. Вот то, что сказала Дарья, ей не нравится. Санузел, опять же, да, хорошо освещается солнце. Здесь, опять же, нет тамбура. Ну, там, помните, минус 27. Холодный воздух не отсекается никак. Где мы раздеваемся, тут даже шкафчик поставить мы не можем. Потому что вот тут уже окно нарисовали. В грязной зоне мы раздеваемся. Грязь вот вся тащится вот сюда. А это гостевой санузел. То есть он где-то должен быть немножко в другом месте. К примеру, вход должен быть в санузел не из грязной зоны. Ну вот, а мы вошли разделить здесь. Вот из грязной зоны. Это уже вход на кухню, в гостиную. Вот так. Это еще одна гардеробная комната. И пошел этот безумный вагон. Вот такой вот. Раз, два, три. Постирочная. Хрен знает где. Ну вот, представляете, там будет сантехник ходить через весь дом. Так, это санузел для детей. Раз, два, три. Вот они ходят вот сюда. Площадь почти что 7 метров. Такой вот какой-то безумный перерасход площадей. Унитаз, умывальник и ванная. Все. А что вот это остальное? Можно было уместить гораздо меньше. В спальне родителей 20 метров на автомате. Ну тут, наверное, телевизор. Громадное расстояние до телевизора. И видим две двери. Тоже там 10 метров. И душевая кабина, ванная. Гуляющие площади. Два умывальника, а пессуара нет. Ну что ж такое? Дискриминация в чистом виде. Кухня-гостиная. Ну вот я даже не знаю, что сказать. Я даже не знаю. Но я уже, мне уже слов нет. Вот это кухонное оборудование. 6 метров вот этот вот безумный фронт. И здесь вот куда-то вот в угол забилась гостиная. Там где телевизор опять же. И только вот это вот 6 метров до телевизора. А вот это вот все у нас как-то вот. По сути дела вот эта кухня. Вот такая громадная кухня. При маленькой. И этот вот безумный, безумный коридор. Но из хорошего, что это, во-первых, в конце есть свет. В конце этого туннеля. Но по нему ходить очень опасно. Кто-то пошел в туалет. Возвращается обратно. Следующий братик выходит, открывает дверь. И херрак по голове. И тут будет такой вот. Ну убить можно кто-то. Ну в общем здесь это опасно для жизни. Так нельзя делать. Очень интересный проект. У Саши Дубовенко, которым он страшно гордится. Вот здесь все-таки вот он сделал правильно. То есть вот у нас это входная группа. Вход по центру. Родительский блок. Это вот так вот он сделал. То есть он развел родителей вправо. А действия у него влево. То есть у каждого своя жизнь. Ну здесь вот он сделал там вопросы есть. Там темные санузлы. Ну здесь получается этот самый коридорчик. За что топит Дубовенко и Ятоплю. Родители и детей по разные стороны от дома. И вот это их общая часть. Общее пространство. Две схемы. Одна схема это вот так вот. У нас вот 6, 4, 4. Здесь 4, 2, 4. То есть вот схема одна. Когда вот гостиная здесь. Здесь 6 на 6. Это 4 на 4. Здесь 2. Дальше 4, 4, 4. Вот это автоматом удлиняет дома Микея. То есть вот собственно вот эти ребята пошли по пути Микея. Там чем больше детей, тем длиннее дом. А все-таки при таком количестве спален делать гостиную по центру, блок родителей, блок детей. Там раз, два, три, санузел. Ну вот, да, слушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел узнать насчет цены по поводу корректировки имеющегося проекта. То есть переделки или чего? Вот корректировка. Чей проект? Чей проект? Не, не ваш проект. Естественно, это не мой. Вот переделывать проект. Ну что, опять мне принесете вот эти вот. Ну я не могу на это тратить время. Уже мне это выбешивает. Вы понимаете? Где вы это говнище находите? Я не понимаю. Ну смотрите, изначально он мне как бы был, нравился. Теперь я еще не начал строительство дома. Ну слава богу. Ну давайте приносите, вместе постебемся. Хорошо, давайте. Ну хотя бы понимание какое-то надо иметь. 5% от стоимости строймонтажа. Сейчас он все нормально же ответил, да? 5% от стоимости дома самого? Ну это мировая практика. Понимаете, вот во всем мире почему там хорошая архитектура? Это архитектура, быть архитектором это выгодно. Потому что там стоимость проекта от 5 до 10% от стоимости дома. И там классная архитектура. А у нас в стране 500 рублей за метр квадратный. Все чертежи. И что это получается? И вы пришлите мне на почту задание на проектирование, план участка, кадастровый номер. И своими словами, какой дом вы хотите. И пришлите проект, который вы выбрали. Он будет для меня как задание на проектирование. Спасибо. Ну вот, первая схема, это когда вот гостиная, кухня так или вот так. Вот все те же самые три спальни. Вот они уже, это уже короче дом, меньше. Мрак этот приходит. До пяти я работаю архитектором. А после пяти я работаю продюсером. Театр, простатство внутри. 13 апреля у нас будет премьера спектакля «Академия смеха». Режиссер «Мой друг и мой земляк» Михаил Бычков. Это будет наша совместная премьера. Звезды Воронежского театра Яна Кузина и Наталья Шевченко. Театр, простатство внутри, премьера «Академия смеха» 13 апреля. Это потрясающе совершенно. Билеты, посылки. Жопа. Я думаю, надо позвать в помощь Марину Бутусову. И чтобы она нам это все уже... Завтра мы снимем второй блок. Я призвал на помощь свою подругу, архитектора, дизайнера Марину Бутусову. Рядом сидит Ксения, наша студентка. Какие ассоциации? У меня мини-отель коридорной системы. У меня ассоциации с бараком, потому что я родился в местах, не стоит отдаленных. Для меня это барак, просто откровенный. Нарезка трое детей. Здесь в конце коридора их сортир. Вот эта вся гостиная смотрит в забор соседа. В спальне тоже смотрит в забор соседа. Громаднейший санузел, 10 метров, где вот горохом рассыпано оборудование. Расскажи про кухню и гостиную. А вы знаете, что меня здесь поразило? Это большая семья из пяти человек, у которых нет где хранить вещи. Одноэтажный дом причем. Вот это вот тоже странная вещь. Это замкнутые, хорошие, правда, остекления тут порядочные. Где дети будут сидеть, где-то они будут учиться. Вот эта котельная. А, она тут стоит. Она должна вообще здесь быть. 10-метровый сортир, где просто нашлось вместо двум умывальникам, унитазу. Но нет, ни писора, ни беде. Это не я такой злой. Вот они две такие же злые. То же самое повторяют. Они не слышали меня. Давай с тобой договоримся. Чтобы не было дробных размеров. Делаем вот 2, 2, 1, 3, все. Вот не делаем вот это, 3, 680. Вот просто в осях делаешь, держишь 4, 4, 6, 3, 3, 4, все. Эскизный проект. А что туда входит? У нас же в каждой фильме, мы показываем его, понимаете? Каждый фильм показываем. И вот через письмо они присылают письмо без телефона. И спрашивают, а что входит? А что входит? Договор им отословит. А что входит? Войдите. Дорогая Дарья. Мы ваш дом вылечили. Вот версия Марины Бутусовой, нашего ведущего архитектора-дизайнера. И версия молодого, но талантливого архитектора Елизаветы Чеплыгиной. Две версии. Ну, в принципе, схема одна и та же. Отличается графика. И тут есть некоторые там отличия. Что мы сделали? Поменяли оси. Поменяли шаг осей. Сделали 4, 2, 4. То есть мы уменьшили габариты дома на полтора метра здесь. Здесь у нас стало 10 метров. И здесь дом мы тоже поджали. Взяли модуль 3,6. Два модуля. Это 7,2. То есть мы расширили вот эту гостиную. И, в принципе, увеличили. То есть вот эта протяженность, мы сделали ее протяженной, чтобы было все понятно. Кухня 3,6. Пол модуля это 1,8. Здесь у нас кладовая, кладовая. Несущая стена 250 кирпич. В спаме родители тоже сделали 3,6. Это более чем. Смотрите, как хорошо она смотрится. Здесь нет этого, нет этой громадной неиспользуемой площади. Все компактно и уютно. Ну, там телевизор. Даже тут пуфик умещается. Тумбочка, тумбочка. И входим мы сюда на свет. Ну, свет мы тут сделали окно 900. И несущие стены. Крождающая конструкция 400. Открывание двери. Здесь окна у нас где-то 1,80-1,60. Но это уже когда будем рисовать фасады, мы уточним. Так вот получился совершенно прекрасная спальня. Ну, те же 20 метров просто стали лучше пропорцией и зонирование. То есть вот у нас ось проходит так. Здесь мы вошли два шкафчика для одежды. Здесь у нас ванная, шевая кабина, майдадыр, унитаз и писсуар. Вот одна женщина написала, что за фигня. Унитаз, а тут рядом перед носом писсуар. Поэтому писсуар мы отнесли в эту сторону. Но это необходимая вещь. Лежишь в ванной, смотришь в окно. Ну, и понятно, что там будет штора, жалюзи, занавеска, вход в спальню. 3,6, 1,8, 3,6, 4,2,4. Здесь у нас два кабинета. Лиза сделала вот так. Два шкафа дополнительных, что этого явно мало для жены и для мужа. Вот Марина сделала немножко по-другому, очень красиво. Два диванчика и вешалка для одежды, для одежды. Два шкафа еще. И два рабочих места. И тут еще книжные полки. То есть два кабинета. Они стали лучше по пропорциям. Площадь кабинетов 10,5, то есть по 9,5 метров. Это уже не пеналы. Это уже вполне себе у Марины немножко по-другому. Но тоже классно. Вот несущая стена 250. Вот так. То есть вот у нас конструктив. Несущие стены. Сразу объясняю про конструктив. Здесь у нас окошко 800. Здесь 1800 или 1600. Но это будем еще рисовать. Вот кухня. И продолжение рабочей поверхности на том же уровне в кладовой. Здесь это раковина. Здесь продолжение шкафов. Здесь банки-склянки. И, ну опять же, может быть раздвижная дверь. И большая рабочая поверхность на кухне. Ну и туда же столик умещается для завтраков. Здесь холодильники. Доступ вот так дальше. И здесь, в принципе, на этой кухне мы всегда можем при желании закрыть от постороннего взгляда. А можем оставить этот портал. Вдруг там кто-то захочет газовую плиту. Привык к ней, не хочет от нее отвыкать. Вот так вот. И что самое важное, что получилось у нас самое интересное. То есть не сразу я к этому пришел. Вот мы сделали 7,2 место, центр, дома, гостиная. Благодаря чему? Что у нас получилось? Санузел, вход в санузел вот так. Вот Лиза сделала. То есть у нас получилось вот это 7,2. Это метр 80 здесь в осях. И здесь метр 80. И здесь получилось по центру 3,600. То есть вот это получилось уже вот это вот. То, что ты сделала вот так, наверное, это совершенно правильно. Вот оно. Вот так, да. Вот это вот друг напротив друга. А вот это все-таки шкафы. То есть здесь вот хорошие двери. И то же самое здесь. То есть это светлая получилась у нас входная группа. Грязная зона. Вот здесь она заканчивается визуально. А тут уже мы заходим в тапочках в санузел. Но он и гостевой санузел, и здесь вот лопомойка, майдадыр, писсуар и унитаз. И окно в полный рост. Здесь хотите, там шторкой закрылись. Здесь у нас площадью 5,6 метров топочная. Где, опять же, может разместиться еще стиральная машина. Те же самые коврики стирать от собак. Вот. Вот. То есть здесь получилась совершенно классная история. Вот это у нас входная группа. Навес. То есть у нас делается конек по центру. Четыре колонны. Портик. Здесь широкий, хороший вход. И здесь вот мы делаем ступени. Раз, два, три. Они у нас под навесом. Вот этот навес мы можем продолжить дальше. До самого забора. Здесь делается метров 8 вот так вот. Могут въехать две машины. Одна, вторая. Раздвигаются ворота сюда. Сюда. Или там вот так вот мы открыли. Мы ходим в дом по центру, по оси. На свет, на все про все. На все эти красоты. Вот у нас гостиная. Гостиная совершенно классная получилась. Здесь плазма большая. Диванная группа. Кресло. Здесь обеденный стол. Для большой, большой компании. Вот. Но мы не стали делать летнюю посадку. В принципе, вот мы летом можем, когда жарко, это все открыть. И у нас это вот будет все как веранда. Совершенно прекрасное, шикарное пространство. Опять же, главное то, чего мы добились. Мы ушли от этого системы длинного-длинного коридора. Мы его разбили на блок родителей и блок детский. Уже не коридор, а галерея, где мы вешаем портреты детей, жен. Вернее, жены. Извините. Вот так. Фотографии. Это будет красивая галерея. Тут уже можно будет сделать какие-то красивые кессоны. Вот так тоже. То есть в дизайне все хорошо решается. Дизайн этого потолка. Так, переходим в детский блок. Возвращаемся к нему. Так, здесь тоже окно 900. Светлая галерея. Светлая галерея. Тут мы делаем этот наш обычный прием. Звукоизоляция. Шкаф для одежды для одного ребенка и для второго. Вот так. Кроватка. Мы оставили те же самые площади, что были в доме предыдущих наших друзей. Архитекторов, которые делали этот удивительный дом. Мы сделали совершенно три одинаковых спальни. Спальня у нас по 12,4 метра, как было в проекте изначально. Но здесь стало более интересное пространство. И спальни смотрят уже не на забор, а на внутренний двор. И спальня родителей тоже смотрит во внутренний двор. Вот это вот. Здесь у нас несущая стена. Вот так. Спальня третьего ребенка. Тоже 12,5 метров. Вот. И уже хорошие пропорции. То есть по объему такой же санузел, как и у родителей. Но здесь опять же будем иметь в виду, что их тут трое. Трое детей. Скорее ванную мы сделаем вот так отзеркалим. Ванная, душ вот так вот. Здесь у нас будет майдадыр и унитаз и писсуар. Светлое помещение. Опять же хотите вешайте. Занавеску, жалюзи. Две машины. Встали, въехали. Тут еще вот Лиза Молодец колонны поставила. Так это забор пошел. И тут еще хороший полисадник получается. И расстояние до забора. Вот здесь получается больше пяти метров еще вот так. Хороший получается. Хорошо очень сел дом. Большое расстояние до проезжей части дороги. Здесь хорошие буферные зоны. Цветы, кусты, сирень. И вот будет великолепная отмостка. По которой можно ходить. И свесы дома. Метр, метр двадцать. Будут защищать от снега, от косого, от косых дождей. Будут защищать фасады. Сделаем дом с большими свесами. Не с большими, а с нормальными. И здесь вот так. Вот что у нас получилось. Сейчас я... Вот и здесь мы, опять же, галерея детская. И опять же, видите, как получилось очень интересно. Вот в данном случае. Ну вот тут еще два шкафчика. Коротенькая галерея. Здесь еще короче галерея. Здесь, в общем, здесь нет уже этого ощущения, этого безумно длинного коридора. Ощущение барака у нас исчезло волшебным образом за счет того, что мы сделали общественное пространство по центру. А так вот, в принципе, здесь замечательно. У каждого своя жизнь. Семья встречается здесь. Можно поставить двери. Можно оставить это общее пространство. Получается грязная зона даже в этом тамбуре. Вот здесь уже чистая зона. Шикарный санузел при входе с окном. Великолепное. В общем, тут все получилось. Ну я ей утром написал сообщение. Я отправил ей чертежи и видео, то, что мы сняли. Отправил ей эту колбасу. Она посмотрела, сказала, здравствуйте, спасибо, буду смотреть, как освобожусь. На мой взгляд, проект надо переделывать. В том виде строить нельзя. Вот и сейчас вот она мне прислала сообщение. Вы меня извините. Я допустил огромную ошибку, не сказав, что плита уже залита. Короче, это вот трэш. Так, и напишу, что это кошмар. Я поняла. Я это уже поняла. Значит, смотрите, Дарья. Ничего страшного. То, что вы залили плиту в зиму. Вот эта плита, которую вы залили в зиму, уверяю вас, она уже превратилась в труху. Когда нельзя делать в зиму плиту, то есть вы строите плиту, и надо сразу же ее загружать. Надо все-таки это делать одним циклом. Плита, стены и крыша. Только так. Ставив плиту вот в этом месте, где вы ее поставили, она вот за все это время, сейчас это вот еще, у вас там еще морозы, там все нормально. Вот я думаю, что эту плиту вам придется разобрать. На этой плите, то, что вот сделали, да, мы вам все объяснили, что так строить нельзя. Это, конечно, ужас-ужас. И кошмар-кошмар. Что у нас получилось? Смотрите, когда мы этот дом посадили на оси, привели все в божеский вид, площадь дома в осях, вот этого основного тела дома, стало 234 метра. Дом, который был у вас в осях, 272 метра, 272 метров отнять 234, это 40 метров квадратных, мы вам сэкономили. 40 метров квадратных, это 4 миллиона. То есть мы вам сэкономили 4 миллиона. То есть вот эти вот, я понимаю, что отлили эту бетонную плиту, которая наверняка за зиму превратилась в труху, ее надо, конечно, демонтировать. Вот это вот, я понимаю, вы потратили полтора-два миллиона, но все равно это будет большая экономия, если вы снесете это нахрен, вот эту вот дурацкую посадку дома в глубине под снегом. Ужасная посадка и совершенно не поддающаяся никакой критике планировка дома. Она ужасна. Уберите нахрен эту плиту.